Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Владельцы электросамокатов должны сдавать на права Такая идея прозвучала в Совете Федерации Уточняется, что речь идет об электрических средствах передвижения Которые обладают большой массой, габаритами и возможностью набирать серьезную скорость То есть для начала надо будет определиться При каких параметрах электросамокат и другие средства индивидуальной мобильности Можно считать полноценным транспортным средством Кстати, по данным сервиса Суперджоп Большинство россиян, 55%, поддерживают внедрение законодательных ограничений Для обладателей электросамокатов Трасса 101 Почти 90% российских автомобилистов не собираются менять машину в этом году Опрос провела компания Автотека Большинство респондентов отложили приобретение другого авто на несколько лет Треть собирается подумать над этим в ближайшие 1-2 года Что касается вопроса, брать новый автомобиль или поддержанный То тут мнения разделились примерно 50 на 50 Подавляющая часть опрошенных машинами отечественного производства не интересуются В топе японские, европейские и корейские марки Самыми популярными иномарками в возрасте до 5 лет в середине весны были автомобили Кия Итоги апрельских продаж на авторичке подвела компания Авито Средний ценник корейцев зафиксировался на отметке 1 миллион 650 тысяч рублей Ненамного отстала Хёнде 1 миллион 600 тысяч Она вторая по популярности Бронза досталась с Тойоте Средняя стоимость авто данного бренда намного выше, почти 3 миллиона рублей В целом на рынке поддержанных авто, говорят эксперты, не все так уж и плохо И спрос есть, и предложение подросло По тем же пятилетним корейцам в апреле оно увеличилось на 20-30% Трасса 101 Agile анонсировала начало продаж кроссовера CoolRay в самой богатой комплектации Цены на модель будут начинаться почти что от 3 миллионов рублей Обычный CoolRay сейчас предлагается по спеццене от 1 миллиона 930 тысяч Новая версия будет отличаться черным цветом кузова 18-дюймовыми черными дисками, светодиодной оптикой Тонированными задними стеклами, панорамной крышей с люком и так далее Мотор бензиновый, полуторалитровый, 150-ти сильный Трансмиссия, семиступенчатый автомат Старт приема заказов назначен на июнь Трасса 101 В России появился опытный образец первого отечественного летающего автомобиля Проект получил название «Циклокар», сообщили в Министерстве транспорта Якобы в обозримом будущем должны начаться его испытания Известно об аппарате пока немного Длина 6 метров, ширина 2 метра Как автомобиль, «Циклокар» сможет разгоняться до 250 км в час Интересно, на каких дорогах общего пользования это возможно А как летательный аппарат, он будет способен преодолевать расстояние до 500 км На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин